Друзья, здравствуйте! Я вас приветствую, это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева, и мы с вами здесь собираемся для того, чтобы резюмировать эту неделю, понять, почему произошли те или иные события, прозвучали те или иные высказывания, ну и как мы это с вами можем применить на практике. Всегда в этом нам помогают наши гости. Виталий Дикий сегодня у нас в гостях на Политеке. Это журналист, а также автор и ведущий канала Дикий Лайф. Виталий, здравствуйте! Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте, уважаемые зрители! На этой неделе действительно много событий произошло, много разных событий. Это и то, что касается мобилизации, тут новые заявления, новые неприятные события. Это визиты Зеленского и заявления на международных аренах. Это форум, так называемый международный, который состоялся в Питере, но который ознаменовался рядом заявлений. Ну и это прогнозы, естественно, касательно нашей войны, поэтому я вам предлагаю с этого и начать, собственно говоря, с того, что так или иначе влияют на нашу с вами жизнь. Значит, Институт исследования войны проанализировал так называемую теорию победы Путина в войне против Украины. Они ссылались на те заявления, которые звучали на этом форуме экономическом. Он происходил 7 июня. И именно там он сформировал так называемую теорию победы в Украине, которое предусматривает, что российские войска смогут продолжать постепенное ползучее наступление до бесконечности, не давать Украине проводить успешные, значимые контрнаступательные операции и выиграть войну на истощение против украинских сил. Путин заявил, что после своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, что России не нужно проводить очередной призыв резервистов подобной частичной мобилизации в сентябре 2022 года, поскольку Россия не пытается быстро достичь своих военных целей. В Украине признал, что нынешнего российского военного контингента, задействованного в войне в Украине, будет недостаточно для быстрой победы, но предположил, что российские войска вместо этого применяют более постепенный подход. Какие мы должны сделать выводы из этого заявления? По-моему, мне кажется, это впервые, когда Путин признал, что быстрого достижения так называемых его военных целей в Украине не будет, и что этого контингента недостаточно для достижения этих целей. Это смена какой-то парадигмы или это там послание нацелено на кого тогда? Мне кажется, что на самом деле его риторик абсолютно неизменна. Более того, я хочу сказать, он ярко высказался по этому поводу и говорит, что цели, которые, значит, они планируют, будут достигнуты. Понятное дело, что они не очень спешат по этому вопросу, но в любом случае война на истощение, она работает на них. То есть я имею в виду время, которое работает на Кремль. И это статус-кво, оно как бы их абсолютно удовлетворяет. То есть по большому счету Путин сказал то, что мы знаем, то, о чем мы говорили раньше, если даже не Путин, то, по крайней мере, окружение Путина. Поэтому для нас никаких новостей нет. В нашей ситуации мы прекрасно понимаем, что потенциалы абсолютно разные. Мы практически полностью зависим от западной помощи. Поэтому наш процесс движения заключается лишь только в том, чтобы системно работать с нашими так называемыми партнерами, которые должны будут раскошелиться и в дальнейшем на ситуацию в Украине. И, безусловно, вот эти переговорные процессы, турне Зеленского, визиты, заявления. Это все направлено на эту цель. Кстати, хочу сказать, что на самом деле не все очень активно воспринимают вот эту историю с долгоиграющей войной. И поэтому, честно говоря, они постоянно поднимают вопрос относительно того, есть ли у Украины какая-то стратегия, какие этапные, значит, должны быть шаги для того, чтобы понять, на что они тратят деньги. Я думаю, что и в дальнейшем вот эта история будет абсолютно актуальна. Я говорю переговоры с нашими так называемыми партнерами. И, конечно же, в первую очередь это связано с Соединенными Штатами Америки. Там избирательная кампания, поэтому мы зависим абсолютно от ситуации, связанной с этой процессией. И я думаю, что вот эта резкость в заявлениях именно Зеленского, а он особо резко реагировал, особо, как бы говорил такие, будем говорить так, очень резкие заявления в отношении определенных лиц, высокопоставленных. Мне кажется, что он надеется, что такая стратегия сработает, но многие западные партнеры, они ошеломлены. То есть такой риторикой Зеленского, и они не могут понять, как действовать в данной ситуации. Но пока, вроде бы, украинская власть нам говорит о том, что это добивается, вот эти заявления, это процессия добивается какого-то успеха, но я не вижу абсолютно каких-то особых изменений. Те транши, о которых говорили раньше, наши так называемые западные партнеры, они как бы реализуют эту программу. Насколько нам будет хватать для наступательных действий, но здесь есть серьезные вопросы без ответов. Что касается ситуации, которая сейчас, для того, чтобы мы оборонялись, ну, этого должно быть якобы достаточно, по их мнению. Но в любом случае, Зеленского этого мало, поэтому он иногда заявляет такие вещи, которые, честно говоря, ставят в тупик лидеров других стран. Но некоторые говорят, что это такой акт отчаяния, другие говорят, наоборот, что он повышает акции, и, честно говоря, неоднозначно воспринимается даже в том же Евросоюзе такое поведение Зеленского. Но его как-то оправдать еще можно, потому что он глава страны, которые участвуют в этом ужасном конфликте. Поэтому как бы оправдать его заявление даже такой резкости и такого высокого тона вполне логично возможно. Но что касается других стран, которые не понимают, как будет развиваться эта история дальше, они, конечно же, предпринимают другие шаги. Это связано с реакцией на саммит мира в Швейцарии. Также параллельные инициативы относительно проведения в конце лета, в начале, я так понимаю, осени саммита или конференции, которые будут организовывать Европейский Союз. Более того, вы же видите, как отреагировал Китай на прямые наезды Зеленского. И это все нам доказывает и показывает то, что Украина, она не хочет отступать от своих принципов. Как мы пройдем этот путь, это уже вопрос другой, потому что мы находимся в эпицентре событий. Но украинская власть пытается показать свою неизменную политику. Но и в том числе вот те выпады в сторону Путина, которые делал Зеленский, они, очевидно, подчеркивают неизменность его курса. Правильно ли это? И еще раз хочу сказать, многие на Западе считают, что нужно уже сделать определенный шаг, сесть за стол переговоров. Но Зеленский пока не видит реальность этой истории. Кроме того, я напомню, что Зеленский в свое время сдал указ, который он сам себе запретил проводить переговоры. Поэтому в ближайшее время мы увидим, может быть, какие-то движения, но это будет связано с реализацией наших возможностей через каких-то посредников. Кстати, интересное тоже заявление было, оно неизменно, да, Путина, относительно того, что на основе того, что было достигнуто в Стамбуле, если уже говорить о втором этапе марлезунского балета или о втором этапе переговоров. И, конечно же, он также говорил о том, что центром или основой этих договоренностей в Стамбуле, это была история с нейтральным статусом. Я думаю, что мы отдельно об этом поговорим. И, конечно же, украинская власть не заинтересована в такой вариации и ждет и надеется, как этот процесс будут разруливать западные партнеры. Наша же, я так понимаю, роль в этом процессе основная, это, конечно же, на арене боевых действий. И здесь Зеленский не стеснялся, он, как всегда, дал понять, что опять до последнего украинца мы сделаем все, что возможно, но тогда у меня возникает вопрос, а что дальше? Это очень сложный риторический вопрос, на который ответ найти очень сложно. Как раз о заявлениях Зеленского. Зеленский в парламенте Франции отверг уступки территорий. В обращении к французским законодателям президент Украины отверг возможность территориальных уступок и заявил, что верит в победу своей страны в войне против Российской Федерации, Киев не готов идти на территориальные уступки ради завершения войны с Россией, поскольку такой шаг только дал бы Москве паузу перед новой войной. Об этом в пятницу, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Франции, заявил. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале Офиса президента Украины. Зал парламента был заполнен не полностью, но присутствовавшиеся депутаты приветствовали главу украинского государства овациями и стоя. Напомнив о мужестве людей, сражавшихся в годы Второй мировой войны против национал-социалистов ради свободной Европы, Зеленский выразил уверенность в том, что Украина сможет одержать победу в войне против Украины. Можем ли мы выиграть эту битву? Безусловно, да. Мы можем. Украина, а значит и Европа. Европа, а значит и Франция. Я уверен в этом так же, как Франция. Франция верила в свободу, когда день Д еще не состоялся, но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен, заявил Зеленский. Может ли Путин выиграть войну? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует. Что 80 лет назад, что сейчас. И если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной. Гитлер преодолевал линию за линией. Точно так это делает сегодня Путин. Ну и естественно были призывы поддержать Украину. И все в том же духе. Но вот вы отметили, что действительно многие западные лидеры уже начинают намекать недвузначно абсолютно на переговорные треки, на то, что пора искать каких-то точек соприкосновения. Поэтому тут возникает логичный вопрос, как дальше будут развиваться отношения в плане поддержки Украины вооружением, деньгами и так далее. Я не исключаю такую историю, что это публичные заявления. И там кулуарно могут звучать другие заявления. Но тогда как нам это понять? Ну давайте все по порядку. Вот по поводу таких заявлений Зеленского, которые вы привели сейчас, я хочу напомнить, что вот эта пафосность, она, конечно, нужна для поддержания духа. Но есть разные жизненные картины. Одна это выдавать желаемое за действительное, или как там. А что касается ситуации с реальным окончанием войны, реальными возможностями и потенциалом Украины, вот тут есть серьезные вопросы. Еще раз говорю, если бы мы самостоятельно принимали решение, у нас был живой потенциал, у нас была экономика, которая работала на войну, тогда как бы было бы логично и понятно его оптимизм. Но когда это все, в общем-то, зависит от того, с какой ноги сегодня стал Байден, или как проснулись лидеры, в каком настроении европейских стран, это возникает большой или рисует нам большой знак вопроса. Поэтому вот эта пафосность и вот такая оптимистическая риторика, она, будем говорить так, воспринимается 50 на 50. Да, стержень якобы есть у Украины, понятное дело, что она будет делать все возможное для победы. Но чем делать? То есть как реализовать даже те же военные операции, если не хватает вооружения, не хватает снарядов? И тут вот эта вот зависимость, она находится в руках других людей, и уже от их политической воли будет зависеть развитие ситуации дальше. Ну, а представим такую картину. Если они не найдут какой-то компромисс, я не знаю, они же все время находятся там, в том числе и Америка, и западные страны, но в каком-то таком перманентном состоянии переговоров, в том числе и с Россией. Ну, давайте не будем скрывать, всегда переговоры эти вели, всегда подводные течения были. И, конечно же, как бы эти процессы нужно учитывать. То есть, если они о чем-то договорятся, да, и как бы поймут, что эта политика и линия, да, сегодняшнего руководства страны, ну, она не настолько эффективна, как это хочет выдать Зеленский, я не ставлю под сомнение там, да, его право, он является как бы сейчас, считая сам про себя, что он легитимный президент, то есть в любом случае, то, понятное дело, да, там они могут решить какие-то вопросы по Украине, поставить Украину перед фактом. И что тогда будет говорить Зеленский? Вот этот меня вопрос очень сильно беспокоит, потому что заявлять и реагировать бурно на какие-то негативные взгляды или какие-то заявления наших западных партнеров, это тоже не метод. Вешать ярлыки другим лидерам по поводу их трусости или там нерезкости движений в принятии решений, это тоже, мне кажется, совсем излишне. Хотя, конечно, горячие головы в Украине говорят, вот, значит, он там дал им оторваться, он дал понять, кто и как решает вопросы в Украине. Вполне вероятно, что для украинского потребителя это сработает. Но на Западе там совсем иначе. Более прагматично смотрят и более, как бы, будем говорить, стратегически дальше, чем это сейчас происходит с Оконбанковой. Поэтому я с большим сомнением отношусь к некоторым заявлениям Зеленского, потому что я не понимаю, как это сделать. Вот откровенно, не я один. Если бы все так было бравурно и все так, как бы, ярко, как об этом излагает Зеленский, то тогда бы мы не имели бы тех проблем, когда вот Соединенные Штаты Америки просто на 6 месяцев или на 7 выпали в осадах, решая свои там политические задачи. Тогда, по крайней мере, мы достигали бы каких-то результатов, если уже об этом говорит Зеленский. И на основе этих результатов можно было аргументированно объяснить, смотрите, да, нам не хватает, но мы все-таки решаем эти проблемы. Он же говорит, в первую очередь, о возвращении аннексированных территорий. Я не говорю о том, что сейчас там, например, линия фронта замерла. Образно говоря, да, и как бы мы занимаемся постройкой оборонительного варианта. Я не военный эксперт, но в любом случае, вы же знаете, причина проблем с помощью, в том числе, республиканцы задали вопрос, а какая стратегия победы, где результат раступления, которое оказалось не настолько эффективным, как об этом говорил Зеленский, и это посеяло сомнение. То есть они задались вопросом, а сколько мы будем оплачивать эту всю историю, потому что это все связано напрямую с избирательной кампанией 24-го года, президентской избирательной кампанией. Кроме того, меня очень сильно поразило, когда Зеленский сказал, если Трамп, значит, там решит вопрос украинско-российской, вот этой кризисной ситуации, войны этой ужасной, то не на пользу Украине, то он будет политическим лузером, как я понимаю. Мне кажется, излишне. Наверное, столько эмоций не нужно выражать, иначе это будет работать против Украины. Но Зеленский думает иначе, поэтому мне кажется, что даже многие, которые находятся в Украине, с определенным опасением смотрят на то, как ведет себя сейчас президент. Какая-то часть, да, те, которые находятся в обслуге или на подсосе власти, они как бы в восторге это все освещают. Я понимаю, что он не будет посыпать голову пеплом и как бы действительно говорить о проблемах, а должен излучать какие-то оптимистические речи, но всему есть какой-то коридор и грани, да. Потому что тоже, значит, напрягать на столько западных партнеров, а потом их обвинять в длительности принятия решения, ну, как бы это некорректно, ибо это может вызвать обратную реакцию, что мы, в общем-то, и видим. Как правило, ее излучают не внешние руководители стран, а те, которые либо ушли в отставку, либо те, которые находятся у круга советников, и которые так или иначе дают понять, что такое давление, оно излишнее. Все это решается спокойно, в переговорном процессе, без эмоций, и, в общем-то, это может вывести на какой-то компромисс, на какое-то принятие решения, очень полезное для Украины. Поэтому, если Зеленский принял вот такой, будет говорить, сложный путь, да, то есть такой резкий, то мне кажется, что в ближайшее время нужно ждать каких-то изменений. И не всегда, мне кажется, они будут положительными. В то же время, после того, как нам разрешили бить по территории Российской Федерации, понятно, что на этом форуме также прозвучали определенные такие основоядерные угрозы, о том, что Путин говорил, что потенциал ядерный больше, нежели у некоторых стран и так далее и тому подобное. Медведев там снова выгулькнул со своими заявлениями, и пресса реагировала западная по-разному. Одни все еще с опасением, другие наоборот, что как бы это очередные пугалки. Но я обратила внимание на заявление Трампа. Он сказал о том, что разговоры Украины о ударах и нанесении ударов по территории Российской Федерации могут привести к ядерной эскалации. Это заявление Трампа, скажем, вписывается в рамки его эксцентричности, или это заявление Трампа как будущего президента, грубо говоря, ну он же, наверное, верит в свою победу и видит себя таким. И тут уже выстраивается какая-то определенная линия, которую мы можем анализировать и прогнозировать в случае победы Трампа на выборах. Ну, мне кажется, что Трамп говорит общеизвестные вещи, которые некоторые стесняются в голос произнести, но все прекрасно понимают, что опасность использования ТИАУ, тактического ядерного оружия, она абсолютно реальна. Не будем от этого отворачиваться. Я понимаю, что очень легко засунуть голову в песок и делать вид, что это страшилки и пугалки. Я вот смотрю, например, как ломы, которые обслуживают украинскую власть, вечно говорят о том, что это трусость, это, значит, неправильное восприятие, а давайте возьмем на слабо, ну, можно доиграться. Когда-то в свое время мы говорили, что да нет, я говорю об украинской власти, и президент, и в то время секретарь РНГО Данилов, и остальные политики. Нет, нет, войны не будет. Это все преувеличение. А Данилов даже говорил, что это дезинформация наших западных партнеров, которые говорят, что вот-вот с такого-то по такое-то должно начаться российское военное движение. То есть, в любом случае, мы понимаем, что абсолютно реальна эта история с использованием ядерного оружия. Ну, что касается стратегического ядерного оружия, то, конечно, это как бы напоминает Карибский кризис номер два. Я думаю, что поднимут ставки до последнего, а потом будут договариваться. Но что касается риторики Трампа, то я бы не относился к этому сквозь пальцы досмотря. То есть, на самом деле, рация в его словах абсолютно однозначно просматривается. Ну, а что касается заявлений Путина, то как раз, если я не ошибаюсь, на этом форуме он сказал о том, что да, это действительно может быть, но пока таких как бы красных линий для принятия решения относительно использования ядерного оружия он не видит. Это подчеркнуло позицию Путина в этой ситуации, в отличие, например, от тех, кто системно наводит страх и которые пытаются там перейти эти красные линии в своих разговорах, это Медведев и там, значит, другие люди, представляющие как бы свою позицию, они действительно говорят о том, что вполне рационально использовать ядерное оружие в случае применения какого-то западного оружия на фоне военного противостояния в Украине. Поэтому это же связано, в первую очередь, с самолетами F-16, они говорят о том, что это те самолеты, которые могут нести ядерные боезаряды. Кроме того, вы уже видели заявление Макрона и слышали относительно передачи «Миражей-2000», если я правильно говорю, еще раз говорю, я не военный эксперт. Да, то есть, у меня возникает только другой вопрос, а где конкретно эти самолеты будут как бы... Находиться. На Украине, да. Где они будут находиться, где они будут обслуживаться. Несколько аэродромов, которые сейчас обстреливают, я не хочу называть это где, но мы знаем прекрасно, да, они не находятся под такой тотальной защитой и возможностью полностью обеспечить нормальное функционирование. Если они будут, значит, обеспечиваться процессами на другой территории, например, там Польша или какой-то другой страны, то тогда это явный признак того, что НАТО примет активное участие во всем процессе. Это еще усугубит картину. Поэтому для меня есть очень много вопросов, которые не имеют ответов. Возможно, у украинской власти есть другие вариации ответов на эту тему, и, конечно же, они там будут строить какие-то подземные ангары для самолетов, но все же четко, пока мы не имеем представления, мы не понимаем, как это все будет технологически проходить. Кроме того, сейчас очень много экспертов, которые говорят, что даже появление там, ну, даже этих ста самолетов особо ситуации не поменяют. Я не знаю. Я думаю, что вполне вероятно, что поменяют в какой-то степени. Это правда. Но это все ведет к серьезной эскалации, и это будет затягивание на долгие годы. Поэтому, если мы говорим о войне, то это правда. Нам нужно вооружение, мы должны продолжать якобы по восприятию ситуации защиту своей страны. А вот что касается поиска мира, то как он будет выглядеть, и как к этому прийти, даже к нормальному переговорному процессу, я пока не понимаю, потому что тот форум мира, который так активно власть рекламировала, заявляла, и его как бы анонсировала, он, как оказалось, выглядит не настолько пафосным и не настолько высокого уровня, как об этом нам было заявлено. Более того, мы же видим, что на сегодняшний момент и Бразилия, и Китай, они там пытаются проводить, организовать и провести свою конференцию по украинскому вопросу. Ну и что касается, значит, заявлений Европейского Союза, я говорил, они планируют на конец лет, начало осени, свою конференцию в Саудовской Аравии. Кстати, вот тоже по поводу ярких заявлений, вы же видели, как Владимир Александрович Зеленский очень активно наезжал на Китай, и реакция Китая однозначно. Мне кажется, что это совершенно неправильное заявление, неправильный ход, и мне кажется, что вот как раз с Китаем в том числе нужно находить общий знаменатель, и пытаться договариваться, потому как именно Китай имеет серьезное влияние, в том числе на Россию, и, конечно же, может быть посредником. Да, Украине не нравится план, который предложил Китай, они считают его, что он практически, как бы, татожен, да, там, или схож с российским планом, но если украинская власть априори не может вести переговоры с Россией, то с Китаем можно какие-то вещи регулировать, потому что вы же видите все-таки неизменность позиции, о которой нам системно рассказывали по телемарафону Зеленского по поводу формулы, что вообще этот саммит будет проходить именно основываясь на формуле Зеленского, без каких-то изменений, без каких-то компромиссов, в этом и есть суть встречи, то сейчас совершенно однозначно стало понятно, что ситуация крайне быстро поменялась, кроме того, этот порядок дня, который там предлагается, он уже был как бы абсолютно изменен, и вот эта вот история связанная с планом Зеленского как-то отошла на вторую сторону, я говорю концептуально, да, там какие-то будут процессы рассматриваться, но повестка дня поменялась, и теперь же там три вопроса, да, то есть там, насколько я понимаю, возврат детей, военнослужащих, имеется в виду, ментпленными, ядерная и продовольственная безопасность, в то время, как я хочу напомнить нашим зрителям, была заявлена украинская сторона, что в первую очередь там будет история рассматриваться с выводом российских войск на территории 90, на границе 91 года, и еще, конечно же, там говорилось о контрибуциях, репарациях, или как они там называются, все эти процессы со стороны России, это все было как бы нивелировано, об этом говорить никто не будет, потому что западные партнеры наши, так называемые, еще раз говорю, они понимают, что это все бесперспективно, но не знаю, в любом случае, мне кажется, что я наблюдаю последнее время такой удивительный процесс, когда власть ведет риторику на западе и совершенно другую ведет внутри страны, так как мы находимся в определенном информационном вакууме, обычному человеку очень трудно разобраться, где правда, а где ложь, и, конечно же, это показывает, что власть живет в другом измерении, а люди живут совершенно иначе, и не хочу говорить про внутренние процессы, но то, что здесь происходит, это вызывает особую тревожность, особую осторожность даже в изложении по той причине, что ситуация кардинально выглядит не то, что не демократично, а сугубо авторитарно. Это мое мнение, то, что я наблюдаю в средине страны. Также на этой неделе были заявления о том, что НАТО якобы готовит план определенный, это план переброса войск Соединенных Штатов Америки в Европу на случай, если ситуация эскалируется и будет нападение на страны НАТО со стороны Российской Федерации. И вот тут тоже предлагаю разобраться, это, скажем так, ответный такой вот ход на заявления и угрозы Путина, или же это реально готовится план какого-то переброса, то есть там назывались конкретные точки, куда это будет перебрасываться и тому подобное. Тогда у меня снова вопрос, а как об этом узнали журналисты, почему они об этом узнали, кто им слил эту информацию, а главное зачем? Я считаю, что по крайней мере американская пресса и европейская, которые об этом пишут, они имеют инсайды, они имеют свои источники информации в высоких кругах и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе. Конечно же, в любом случае, даже если этого не будет, никто не пытается, как бы, будем говорить, так обойти вниманием этот вопрос, а наоборот, нужно подготовиться ко всяким неожиданностям. Понятное дело, некоторые политики на Западе даже говорили, что война возможна в случае того, если Украина падет. Я надеюсь, что этого не дойдет, и по крайней мере, все будет выглядеть совершенно иначе, но мне кажется, что на данный момент их собственная безопасность, она, конечно же, превалирует над вопросами положения Украины в этой всей проблематике, поэтому, конечно же, они предпримут все меры для того, чтобы сконсолидировать, если это страны НАТО, да, сам блок, но при этом они ведут абсолютно другую риторику, вы же видите, что и Столтенберг, и все остальные, отставные, в том числе генералы, которые имели отношение к высокопоставленным лицам, либо сами были высокопоставленными лицами в разных военных, в первую очередь, форматах, и в том числе в государственных, там бывшие министры обороны, они говорят о том, что если допустить, что такое может быть, к этому нужно быть готовым, поэтому для НАТО это тоже вызов, НАТО последних, там, я не знаю, 50 лет практически не воевало в таких войнах, они участвовали в конфликтах, где, в общем-то, наводили порядок, как они считают, да, там, но это было одностороннее движение, но что касается таких открытых, будем говорить так, масштабных войнов, то опыта, как такового, у них нет, это правда, об этом говорят военные эксперты, поэтому это серьезный экзамен и вызов для того, чтобы перегруппироваться, для того, чтобы, я не знаю, там, решить задачи с подключением к этим процессам военно-промышленных комплексов разных стран, и в первую очередь закрыть все гештальты, связанные с собственной безопасностью, это не означает, что они уверены, что Украина, как бы, действительно будет иметь проблемы, это перейдет на их сторону, имеется в виду, ближе к ним, но все же, чтобы быть готовым и в последний момент принимать адекватное решение, конечно, нужно что-то сделать. Что касается заявлений представителей США, ну, чего только стоит заявление Трампа, помните, когда они там выясняли отношения с Европой, даже сказал, у нас есть природная защита океан, но, да, да, а вы там сами будете решать свои проблемы в случае негатива, если не будете, в том числе, выполнять наши директивы, но это моя, такая, будем говорить, трансформация, и, в общем-то, мое понимание процесса, и мое изложение, но это было где-то так выглядело, но я скажу, что в любом случае даже океан порой не сможет помочь, потому что, вы же видите, русские проводят значит учения где-то там возле берега Соединенных Штатов Америки, я так понимаю, имитируя... 400 километров от Майами. Да, 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 имитируя там какие-то пуски, какие-то решая задачи, поэтому Соединенные Штаты Америки тоже не ставят сторонки, они тоже там тренируют свой комплекс военный для того, чтобы и всю эту армаду, которую содержат практически на миллиард долларов. Поэтому, я же говорю, это похоже на Карибский кризис номер два, то есть это будут подняты ставки настолько для того, чтобы потом, в последний момент, когда будут все перепуганы и все будут в ужасе, да, прийти к какому-то знаменателю. Но еще раз говорю, сейчас решается судьба Украины, и, конечно же, все зависит в развитии украинской ситуации от доброй воли и подхода так называемых западных партнеров. К сожалению, наша экономика это не вытягивает, но это уже вина, будем говорить так, тех руководителей и тех политических эстеблишментов, которые время от времени решали вопросы экономической политики в Украине. Я же помню, как это все уничтожалось, я говорю о военно-промышленном комплексе, я помню, какой был разброд и шатание, как люди избавлялись, я не говорю про ядерное оружие, там и Будапештский меморандум, а вообще, как минимизировали вооруженные силы Украины, то есть я понимаю, что, в общем-то, возможно, кто-то делал это сознательно, кто-то несознательно, я не говорю о периоде Януковича, там вполне реально, может быть, такая была задача у людей, но такое пренебрежительное отношение к собственной армии, к собственным вооруженным силам, оно проглядывалось невооруженным взглядом. Вот и результат. То есть мы получили то, о чем даже представлять в кошмарном сне не могли. Хотя, честно говоря, те, кто говорили, я же помню, даже общался с некоторыми авторами книг, которые писали и говорили о таком возможном сценарии развития событий, тогда их называли вообще как бы людьми, которые не при памяти, и они как бы не отдают отчет, о чем они говорят, потому что это типа якобы нереально, такого быть не может. Они оказались абсолютно прозорливы и абсолютно правы, но в то время они были изгоями, но это же действительно не так, их тоже преследовали правоохранительные органы. Я даже помню, когда я руководил большим средством массовой информации, у меня был один, будем говорить так, общественный деятель, который написал книгу «Брат-1» и «Брат-2». Если вы помните, не хочу называть, хотя почему не хочу называть, я могу назвать, такой был Игорь Гекко, я очень мало о нем знаю, но я знаю, что он присутствовал в информационном поле, и вот он, когда написал эти книги, и в соавторстве с известным журналистом, когда эти книги вышли, то я даже, меня посещали представители правоохранительных структур, интересуюсь, кто это такой, почему он развивает эту тему, это еще в те, так называемые, демократические времена, то есть, и когда я давал определенные, как бы, показания, назовем это так, хоть это было в переговорном плане, то даже те люди, которые со мной контактировали и спрашивали с правоохранительных, как правило, об этом человеке, как он появился, где он, что он, конечно же, я ничего это не комментировал, но в любом случае интересен был сам процесс, когда я задал вопрос, а в чем его, в общем-то, обвиняют, зачем он, значит, распространяет такую дезинформацию, и зачем он, как бы, подогревает или поджигает вот огонь какого-то невосприятия между нашими народами. Вот знаете, мы жили в каком-то другом измерении, это было абсолютно, абсолютно, да, иррационально, но теперь я понимаю, что либо эти имели люди какой-то инсайт, или понимали прозорливо, глядя в будущее, как это все может развернуться, либо действительно эти люди владели темой, и как бы готовили нас к такому развитию ситуации, но тогда в это никто не верил, и считали таких людей либо абсолютно неадекватными, либо просто какими-то изгоями, которые делают свои политические первые шаги на основе какого-то хайпа, это просто маленькая картинка, извините, что я забрал время, но в любом случае, представляете, в каком измерении мы раньше жили, даже представить этого не было, и то, что происходит сейчас, это две совершенно разные картины, и мне кажется, что украинская власть, не смотря ни на что, все-таки должна, конечно же, решать и военные задачи, понятное дело, но и в то же время параллельно заниматься поиском, или там, применение каких-то методов для того, чтобы выйти на путь поиска мира, потому что, если это затянется, а ситуация может поменяться в любом случае отношение к Украине, время будет работать не на нас, это мое личное такое мнение, конечно же, я вам скажу, что хорошо быть на вершине власти, имея запасной аэродром, и понятное дело, я помню, что такое правительство в Экзиле, и все, что с этим связано, поэтому можно распоряжаться судьбами, но многие люди, которые находятся вот в этой закрытой клетке здесь, откровенно будем об этом говорить, они немножечко по-другому смотрят на и заявления, и действия высокопоставленных украинских чиновников и политиков. Да, тут нельзя с вами не согласиться по поводу того, что любая затяжная война, это, конечно, для нас минус, а не плюс. В то же время я обратила внимание на публикацию The Times, они пишут о том, что окружение Зеленского потрясено жаждой власти его помощника Ермака. Высокопоставленные чиновники Украины все больше встревожены зависимостью президента от руководителя своей администрации. Авторитет Ермака превзошел авторитет всех выборных должностных лиц, за исключением президента. В ряде интервью чиновники охарактеризовали его как фактического главу государства. Некоторые дипломаты жаловали, что глава ОП полностью контролирует доступ к президенту. Так, послам J7, которые рассчитывали на аудиенцию с Зеленским, приходилось встречаться с Ермаком. Источники The Times среди военных чиновников обвиняют офис президента в организации увольнения залужного с поста главкома ВСУ. Они утверждают, что Ермак считал генерала соперником своей власти. Инсайдеры в Кабмине также обвинили Ермака в увольнении вице-премьера Кубракова после того, как тот сообщил о попытках депутатов «Слуги народа» подкупить его. У меня вопрос, почему The Times выходит с этой публикацией. Если западная пресса так акцентирует внимание на чем-то, на ком-то, то, наверное, это какой-то сигнал или послание, которое подразумевает какую-то реакцию. Или же нет? Если это все и имеет место, а мне кажется, что оно все-таки имеет место, то это проблема даже не Ермака, а Зеленского. Значит, его все устраивает. Значит, Зеленский считает его опорой, надежным партнером и, наверное, дает ему право так действовать. Многие на Западе, кто контактирует с Зеленским и попадает в такую ситуацию, не понимают, что происходит. Но это же ответ ясен на это дело. Вы же, помните, недавно на пресс-конференции сказал, у меня есть там 5 менеджеров, на которых держатся все системы управления страны. Вот, наверное, один из них это Ермак. Очень прискорбно вообще слышать такое от главы государства с многомиллионным народом, несмотря даже на то, что огромное количество выехало. Владимир Зеленский аккумулирует всю свою власть в руках нескольких людей. Он считает, что это спасает положение, что ему легче так координировать все усилия, которые он якобы прикладывает. То есть, по крайней мере, его модель это абсолютно устраивает. И мне кажется, что он заведомо уже дает добро, да, этим 5 менеджерам принимать странные решения. Сейчас он даже, возможно, не противоречит Конституции, но в любом случае такая система управления у этого человека. Она, как оказалось, не очень эффективна, но этого, мне кажется, не понимает. Оно ему и не нужно. Его все устраивает. А что касается Ермака, ну, вы же знаете, Ермак всегда был громоотводом от Зеленского. Может быть, Зеленский настолько, я говорю, скобка, талантливый менеджер, что его устраивает эта история, когда у него рядом громоотвод, который забирает весь негатив. Я говорю о Ермаке. Может быть, в этом цель действий в такой парадигме или такой схеме. Кстати, напомню, Макеавеллик когда-то говорил по правителю, судят о тех людях, которых он к себе приближает. Я не хочу это комментировать, но, честно говоря, все мы знаем, кто эти пять менеджеров и порой диву даешься, как вообще можно довести страну до такого состояния, я еще говорю, на время, когда войны не было. Вы же помните, тогда уже порисали все демократические нормы, тогда уже там принимали какие-то антизаконные решения, без суда, без следствия, без вердиктов, без ничего. Я думаю, что нас еще ждут тяжелые времена после войны. Об этом мы как-то отдельно поговорим, потому что даже если война закончится, да в любом варианте, если она закончится, то потом будет поиск ведьм или охота на ведьм, потом начнутся серьезные проблемы, да, с невосприятием ситуации, а придет огромное количество людей с войны, да, которые уже не будут ходить с плакатиками и требовать там торговать лицом перед Верховным Советом или еще где-то. Они будут решать это все по-другому, потому что у них есть жизненный опыт и военный опыт. О чем мы говорим, мы все прекрасно понимаем. Поэтому я думаю, этим и объясняется даже сейчас, когда на армию тратится 940 миллиардов гривен, а что касается блока правоохранителей, 900 миллиардов. Ну вот это ответ и есть на все вопросы, потому что это может привести к серьезному негативу. Ну а что касается вот Ермака, да, похоже на это. Но еще раз говорю, что все это, о чем мы говорим, абсолютно подходит Владимиру Зеленскому. Он уверен в Ермаке, как я понимаю, поэтому за глаза даже пролонгирует ему полномочия, которые не свойственны руководителю офиса президента, который, в общем-то, должен заставлять порядок дня Зеленского, да, готовить его визиты, там, точить карандаши. Мы же помним, когда Зеленский приходил, он столько много брал нам, что просто сейчас можно поднять видео и посмотреть, иди у нас. Что за вообще такое? Когда он рассказывал о том, что офис президента это вообще как бы бюрократическая структура, к которой к политике не будет иметь никакого отношения, а вообще понятие администрации президента, где принимаются какие-то закулисные решения, это не для него и не о нем, как о президенте. Поэтому мне даже кажется, что люди, когда голосовали, я думаю, это проблема Порошенко, что случайный человек, в общем-то, вышел на такой уровень, да, там, и, конечно же, вот те обещания, которые он дал, они сейчас выглядят достаточно смешно и примитивно. Это такой развод. Я даже скажу больше, когда-то, по-моему, Деголь говорила, если хочешь стать хозяином жизни, то нужно несколько лет излучать из себя слугу народа. Вот так. Да, и так, знаете, аллегории, аллегории даже не надо никому переводить, я думаю, все все поняли. Еще один важный вопрос это мобилизация, безусловно. У нас опять творится в этой теме, скажем так, да, какие-то непонятки. Сначала эта история касалась бронирования работников значит, чрезвычайных служб. То сказали, 50% можно бронировать. Люди подняли их, что как это так, значит, ДСНС, это те, кто завалы разбирают после прилета, все остальное, ну куда? Все, уже можно, оказывается, 100% бронировать. Работников полиции забронировали 90%, об этом сам глава МВД заявил. Тоже, одни говорят о том, что, ну зачем вы бронируете всех полицейских, это люди обученные, которые умеют обращаться с оружием, имеют физическую подготовку, они спокойно могли бы исполнять какие-то обязанности, значит, на войне и потом меняться. другие наоборот говорят, нет, пусть будут. Третий момент, который возникает все чаще, который буквально накаляет общество и в Житомирской области накалил его до предела, это вот эти внезапные смерти в ТЦК или по дороге с ТЦК в ВЛК. На Житомирщине произошла очередная ситуация, снова у нас резкий приступ эпилепсии возник у военнообязанного, которого доставили в ТЦК, он, человек, умер, люди пришли буквально бунтовать под это отделение ТЦК, писали там надписи, требовали разъяснений, пояснений ситуации, вообще, что это такое, правоохранители открыли дело, ну, естественно, что пока никаких результатов мы не видим. Но то, что уже сейчас можно констатировать, это то, что надо какое-то вмешательство в эту тему, потому что пока это людей начинает все больше злить. Должна ли центральная власть или там соответствующие органы, имея вот ряд таких происшествий, в это вмешаться и навести какой-то порядок? Гипотехически должна, но кому это нужно? Ну, откровенно. Но кто на это сейчас обращает внимание? Они занимаются, как они считают, высокими задачами. Поэтому для них это все мелочь. Они не живут проблемами народа, они не понимают. Кроме того, безнаказанность, вседозволенность, абсолютный беспредел, это стало нормой нашей жизни. Мы ничего изменить, к сожалению, не можем, потому что никакие институты, они не работают. Вы же видели, что происходит. Мне даже кажется, что незачем это комментировать, потому что это только имеет эффект снежного кома. Вы же видите, насколько все коррумпировано. Тот, кто хочет иметь деньги, он может откупиться от всего. группа людей, которые яростно агитируют и кричат, что нужно идти воевать и умирать, они на самом деле забронированы. Я не понимаю, почему личным примером они не подают нам какой-то фактаж для того, чтобы люди делали выводы и понимали, что власть и народ это единое целое. Никогда мы не были единым целым и не будем, к сожалению, в ближайшее время. Потому что человека все так устраивает. Я говорю о президенте Украины, я думаю, что ему не до этого. Ему нужно любой ценой эти свои задачи, которые он себе поставил, решить. Я его понимаю, кстати, на самом деле. Да, там есть исторические примеры, которыми, я думаю, со временем он будет апеллировать, когда будут задаваться вопросы в другое время, да, и всегда он будет выходить сухим из воды. Но речь сейчас не о нем. Мы говорим о том, что происходит внизу. То есть добиться правды невозможно. Какой-то правовой истории, там, связанной с нарушением твоих собственных каких-то действий и так далее, тоже добиться невозможно. Они там отправили очередное письмо, там, в Брюссель или в Европейскую комиссию по поводу того, что сейчас все нивелируется, права человека, свободы. О чем мы говорим? О чем вообще в перспективе можно будет вести речь? Так а за что люди воюют? За какие-то принципы? К чему мы там стремимся? То есть мы тогда давайте так, из Конституции уберем, что мы там идем в Европейский Союз, потому что это в первую очередь европейские ценности. А тогда уже, да, через какой-то промежуток, когда это все закончится, возобновим свое стремление. А то мы хотим рыбку съесть и на коне покататься, понимаете? И вот эта двойственность или как бы двойная открытая мораль, она меня поражает. Еще что меня очень сильно удивляет, это же сословное общество, которое всех устраивает наверху. Вы посмотрите, они вчера принимают закон в зависимости от того, что если какие-то проекты какой-то чиновник введет, он может иметь доплату. Значит, это сумасшедшие деньги. Если, например, государство платит чиновнику 2000 долларов в среднем, 2500 долларов за оплату, а какой-то проект приносит ему 20 тысяч долларов доплаты, то я знаю, этот человек будет нивелировать свое отношение к своим каким-то обязанностям по линии госоргана или власти. Он будет представлять интересы той компании, которая в этом проекте с ним сотрудничает за дичьми. Это же очевидно. Далее. Обратите внимание, социальные, ну, соцслужбы, которые проводят опросы, как социологи работают на власть, да, они всячески дают понять, что не все так плохо в государстве, вот, не все так критично, все спокойно, все нормально, все под контролем. Это тоже забивание гвоздей в голову обычных людей. Телемарафон, где постоянно говорят о каких-то успехах, перспективах, хотя на самом деле все мы живем в реальной картине, мы прекрасно понимаем, что происходит на линии соприкосновения, потому что практически у многих близкие находятся там или около там, то есть мы можем понять, где вранье, а где правда. Более того, никто из власти, я уже об этом говорил, активно не принимает участие в боевых действиях и близко даже не подходит, а все решают свои личные, в том числе семейные вопросы, строят себе там аэродромы запасные в других странах, дети их уезжают призывного возраста, там уезжают учиться по пять раз за границу и нет никаких ограничений, никаких проблем, то есть вот это меня очень сильно настораживает, если бы было так, как в Израиле, тогда позиция понятна, когда сын министра воюет, да, там, если министр болен, он делает свои дела на должности, но по вэллкаунтам не проходит, но понятное дело, что он на государственной службе, ну а когда так, все сыты, довольные, притом пожирают огромные деньги из госбюджета, это одно, я говорю об этом классе чиновников, а дети компайнеров, и, я не знаю, там, людей, инженеров, учителей, да, должны идти на фронт, вот это и поражает, это расслаивает общество, это нагнетает, будем говорить так, давление настолько, что однажды произойдет какой-то взрыв, как он будет выглядеть, я не знаю, я говорю о социальном взрыве, далее, обратите внимание, вот эта вот проблематика связана с высокими ценами на электричество, поднятием других высоких тарифов, это все приведет к коллапсу, и я думаю, что реакция общества, она как бы будет яркой и очень нелицеприятной для украинской власти. Вот как раз о распределении там денег и всего остального, вот напоследок, не могу вас об этом не спросить, значит, на ремонт моста метро в Киеве потратят 2 миллиарда гривен, уже оглашен соответствующий тендер на веб-портале ProZorro, значит, в КМДА рассказали о том, что сейчас идет речь только о противоаварийных работах на переправе, реставрация это следующий этап, работы могут начать сразу после проведения тендера, во второй половине июня, но обещаю, что движение транспорта не будут перекрывать. У меня абсолютно логичный вопрос. Это сейчас так надо ремонтировать или это нельзя один раз поремонтировать, хорошо выделить это деньги, качественно сделать и закрыть эту тему. Вот у меня мама живет на Троещине, вот я сколько туда езжу, только заканчивается весна, мост, который раньше был московский, сейчас Северный мост, он ремонтируется. Каждый божий год. Я просто боюсь даже посчитать, какую сумму туда уже зарыли. Но сейчас мы находимся в других реалиях, у нас война. Так нам надо 2 миллиарда выделять на реставрацию мостов, парков и так далее? Или как это понимать? Ну, чиновники всегда нацелены на то, чтобы что-то поймать. Поэтому в любом случае они всегда будут голосовать за проведение таких ремонтных работ, не знаю, там, реинкарнации каких-то проектов. Это элемент зарабатывания бабла. И, кстати, с этим ничего не сделаешь. Они по закону имеют право, только общественное мнение. Если мы будем об этом активно говорить, обсуждать, когда общество будет это не воспринимать, тогда может быть какая-то реакция. Хотя, вы же понимаете, каждый использует эту ситуацию военную, все списывая на войну, работая на собственный карман. Что касается вот даже пивиничного моста, о котором вы сказали, я тоже обнаружил, что даже в этом году его уже несколько раз ремонтировали, при том ремонтировали полотно в огромных объемах. Это хорошие капитальные деньги. Но да бог с ним. Допустим, на эту же троищину, как вы говорите, это единый путь, который, по-моему, два пути, два моста. Ну, неважно. Короче говоря, я помню, что когда Кличко шел на должность мэра, даже первый год, он говорил, первую конец, он говорил, что он сделает дополнительный мост, проведет метро, создаст все условия. Этого ничего не сделано. При этом даже то, что построили до него, политики, которых он критиковал, это стало серьезной проблемой для сегодняшней даже процессы, связанной с Кличком. Я говорю о метро, и вот эти затопления на этом спекулировали. Ну, это тоже трата огромных денег. И кто, как неблизкие люди к определенным лицам в местном самоправлении Киева, поимеют с этого хорошую прибыль. Теперь, что касается других ситуаций, видите ли, вот мост, о котором вы говорите, мост метро, он в таком ужаснейшем состоянии, Анастасия, он уже много лет должен был как ремонтироваться, но, видать, ждали до последнего, потому что были задействованы на других проектах. Поэтому сейчас он представляет прямую опасность, и мне кажется, что это абсолютно объективно, и уже нет выхода. Если он еще развалится, то тогда можно будет поставить серьезный крест на перспективах Кличка, как политика, а что бы там кто ни говорил, вот эти президентские амбиции у него были всегда, и он до сих пор считает, что в случае изменения политического эстеблишмента у него есть какие-то перспективы. Поэтому так везде поступает местная власть, в любом варианте, те люди, которые приходят как депутаты, местные советы, они время, используют только на свой собственный вариант обогащения, и с этим, к сожалению, ничего невозможно сделать, потому что все контролирующие органы, которые как бы отслеживают и финансовые отраты, порой состоят в сговоре, в каких-то договоренностях, и тоже состоят в доле. Но это типичная украинская ситуация, она всегда так была у нас, и будет, мне кажется, пока не будут приняты кардинальные решения. Я помню, как рассказывал Зеленский относительно коррупции и нулевой толерантности власти, сейчас мы просто можем сделать так ха-ха-ха, потому что... И слезинку смахнуть. Да, но это же просто парадокс. То есть особо мне нравится, когда все журналистские расследования показывают, что во власти очень много людей, которые пришли с дырявым носком, извините, а сейчас стали мультимиллионерами, и до последнего власть кричит, что коррупции нет, либо там это все вранье, особо не горят российское псо. Это мне напоминает, по-моему, Зоченко, когда там два чувака пришли проверять печку, и она полностью чадит, она просто не способна. Они сели на нее, она греет, вот они в тепле, им очень плохо, потому что она чадит, но при этом, чтобы не тратиться, они говорят, нет, мы ничего не видим, никаких проблем. Яркий классик литературы, да, пример, который адекватен и сегодня. Вот то же самое мы наблюдаем, когда какие-то полномоченные лица, либо просто те, кто на подсосе у власти, системно нам говорят, что такие, как Дикий, как другие, да, они распространяют российское псо по той причине, что говорят, что власть коррумпирована. Ну так это не Дикий говорит, или кто-то там из моих коллег по журналистскому цеху, или по политологическому, хотя к нему не имею отношения, но все же, это объективное расследование, об этом активно говорит западная пресса. Более того, она показывает документы, она показывает разнообразные расклады, схемы, где задействованы определенные лица. Более того, после этих заявлений и тех журналистских расследований возбуждаются правоохранительные органы, это же является последней рябочвой для их деятельности, потому что сами они, я так понимаю, ждут маны небесные, они считают, что они получают бабло с госбюджета, большое, там хорошие зарплаты, зачем им шевелиться? Поэтому система не меняется, поэтому даже приход вот этого человека, хотя я не знаю, может быть, люди голосовали за Голобородько, это же, по-моему, было, я не смотрел это кино, один из персонажей фильма, «Слуга народа», который шел параллельно, когда была избирательная кампания Зеленского, поэтому голосовали, видно, за одного, а получили совершенно другое. И когда рассказывают о том, что он не несет ответственность, мне кажется, что это зря такие разговоры существуют, он является нашим гарантом прав, а если наши права оприцаются, то в любом случае с него спрос. Более того, если он аккумулирует на себе все, а этим славен был всегда Зеленский, потому что всегда он пытался полномочия натянуть с собой на глобус, для того, чтобы принимать на личное решение. Поэтому и спрос должен быть с одного человека. Ну, такая парадигма, в которой мы живем. Мне очень прискорбно об этом говорить, но это все очень даже далеко и совсем не граничит с демократическими нормами. Да, сейчас война, мне даже кажется, что война в какой-то степени спасла тот негатив к Зеленскому, который был, потому что перед войной его акции были очень низкие. Вот, мне кажется, что какой-то период начала войны, да, когда он там пытался себя активно проявить, да, это как-то спасло его политическое положение. Что будет дальше? Но я хочу сказать, что все идет только по снисходящей. Поэтому принимать нестандартные решения нужно как бы уметь. И хотелось бы посмотреть, как будет выруливать Зеленский в ближайшее время. Да, я уверена, что у нас с вами будет возможность это все посмотреть и обсудить даже более того. Я надеюсь, что в позитивном ключе. Я еще на это надеюсь. Виталий, спасибо вам большое за разговор. Виталий Дикий, журналист, автор и ведущий YouTube канала Дикий Лайв был сегодня у нас в гостях на Политеке. Друзья, благодарю вас за то, что вы с нами. Подписываемся, комментируем, лайкаем. Все это работает для того, чтобы YouTube продвигал наш канал, а вы слышали ответы на свои вопросы. Обязательно увидимся в следующих эфирах. Меня зовут Анастасия Кустрева. Вы себя, пожалуйста, берегите.